Это уже третий сюжет о транспортной системе Будапешта. Я напомню, что венгерская столица довольно хорошо спланировала и реализовала проекты по объединению всей рельсовой базы, имеющейся в городе. Это трамваи, метро и пригородные электрички. Несколько маршрутов этой линии под названием Хев начинаются практически в центре города и выходят за пределы Будапешта. Всего есть пять маршрутов, они имеют нумерацию от пяти до девяти. Одна из таких конечных станций расположена на правом берегу Дуна, недалеко от исторических и центральных кварталов. Часть линии и станцию завели под землю. Платформа пригородной линии номер 5 находится над станцией метро Красной Ветки. Пригородный поезд выглядит вот так. Вагоны похожие чем-то на метро. Однако система электропитания здесь, как у обычной электрички, через пантограф и контактную сеть. Для пассажиров, живущих в пригороде, это один из самых удобных видов транспорта. Метрополитан в Будапеште состоит из четырех линий. Это при населении в 1 миллион 800 тысяч человек. Линия под номером 1 самая старая в городе. К тому же, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее построили и запустили в эксплуатацию еще в 1896 году. На картах обозначается желтым цветом. Уникальность этой подземки не только в том, что она является памятником, этот метрополитан стал первым в Европе, который запустили в работу на электричестве. Линия состоит из 11 станций. Одна из них, станция Деакференстер, является пересадочным узлом. Поезда на исторической ветке короткие и малогабаритные, всего по три вагона. Платформы тоже не очень широкие. А так выглядит оборотный тупик на станции Мексикоид. Справа находится выезд на улицу, где располагается депо. В общем, если кому из туристов интересно, то можно включать этот объект в ознакомительную программу. А вот четвертая линия метро в Будапеште интересна внедрением современных технологий. Она самая новая и оснащена беспилотными поездами. На карте обозначается зеленым цветом. Имеет 10 станций, проходит по территории правобережной или в обережной части Будапешта. У поездов нет привычных кабин машинистов. Вместо них накопительная площадка, но в случае необходимости управления поездом может взять специалист. Все необходимое оборудование находится возле лобового стекла и скрыто под кожухом. Пассажиры могут свободно находиться в передней части вагона и наблюдать за поездкой в тоннеле. Как по мне, это еще один аттракцион для любопытных пассажиров. Когда новую линию только запустили в работу, бортовые компьютеры давали сбои и на конечной станции поезда, не открывая дверей для пассажиров, ехали сразу в депо. Со временем вроде бы технические проблемы уладили. И в завершении рельсовой тематики немного расскажу о фаникулере. Этот вид транспорта соединяет набережную и замковую гору. Нижняя станция находится возле цепного моста, а там же располагается знак нулевой километр. Фаникулер здесь построили в 1870 году. Таким образом, он тоже является памятником истории и его считают самым старым в Европе. Для работы фаникулера задействованы два отдельных рельсовых пути и два вагона. Они двигаются по очереди. Один идет снизу вверх, другой вагончик наоборот. Проезд в одну сторону стоит 1200 форентов или почти 4 евро. Конечно, этот объект в основном пользуется популярностью у туристов, которые поднимаются наверх, чтобы осмотреть старинные дворцы и храмы, а также полюбоваться панорамой Будапешта. Я надеюсь, что это была не последняя моя поездка в Будапешт и в следующий раз расскажу более подробнее о работе пригородного железнодорожного транспорта.